Всем привет, ребята, с вами снова я, Зейн, и сегодня у нас же 33-я часть рубрики от Нубада Топера. И это, кстати, будет первая часть, когда мы играем не во время бисмоса, потому что, напоминаю, что начали мы эту рубрику, когда бисмос ещё только начался. Сегодня у меня же по планам вообще немного вам напомнить про эту рубрику, потому что давно по ней не выходили видео, сейчас постараюсь выпускать их намного чаще. Так что сегодня никаких у меня особенных планов нету, думаю, позанимаемся квестами Спирита, также позанимаемся квестами Санбира, в общем, нам есть чем сегодня заняться. Ну а так, если вам понравится видео, можете поставить лайк и подписаться, сейчас это действительно для меня важно, ну а так, не буду больше задерживать, желаю вам приятного просмотра. Не знаешь, как получить стикеры для новых квестов? Тогда тебе на сайт БиПро, здесь ты сможешь купить стикеры по самой дешёвой цене, или наоборот, продать их. А самое главное, безопасно. Помимо стикеров, есть биквипы с подробными характеристиками, скины на улей, разные кабади и даже ваучеры. Отслеживать нужный вам товар очень просто, ведь на сайте присутствует система уведомлений, также тут есть и другие игры, ссылка на всё это будет в описании. Играю в БиСварм вместе с БиПром. Перед тем, как начать видео, хочу вам также ещё сказать про то, что прямо сейчас в моём Телеграм-канале вы можете выбрать одну из идей. Если более подробно, то прямо сейчас мои подписчики под определённым постом написали свои идеи для дальнейших видео. И пять идей, которые наберут больше всего лайков, будут реализованы до нового года, поэтому можете проголосовать за понравившиеся вам идеи. В общем, если хотите проголосовать или добавить свою идею, то ссылка в описании, ну а я всё-таки буду начинать рассказывать, что я тут успел сделать. Так вот, я думаю, что в ближайшее время нам нужно более серьёзно заняться некоторыми вещами, которые мы не могли заниматься из-за бисмоса. Например, мне просто не хватало времени, чтобы сделать квасты у дапера, а биквипы у него хорошие, поэтому надо всё-таки это всё повыполнять. Также надо-то делать квасты у спирт-медведя, ну и, конечно же, попробовать выбить себе винди-пчелу. Всем этим, я думаю, мы займёмся в ближайшей серии. Ну и понемногу всё-таки начинать собирать свирт-ваксы, потому что это будет самый тяжёлый ингредиент для тейт-поппера, а также понемногу выполнять квасты у бука-пчелы. Прямо сейчас у меня собрана половина свирт-ваксов, но всё равно остаётся ещё приличное количество, которое мы в ближайших сериях будем фармить. Помимо фарма свирт-ваксов с грибов, я также думаю, что ещё очень большое количество мы будем именно крафтить. Да, рецепт, конечно, у них дорогой, целых шесть purple potion, но всё равно хоть немного скрафтить мы сможем. Допустим, даже прямо сейчас я смогу скрафтить четыре свирт-вакса. Звучит как маленькое количество, но на самом деле в свирт-ваксах нету чего-то маленького. Каждый свирт-вакс очень ценен и будет очень хорошо, если мы сможем скрафтить хотя бы небольшое количество. Также я планирую сейчас позаниматься, как я уже говорил, квестами бука-пчелы, потому что, как вы можете видеть, делаться не очень просто. За выполнение такого лёгкого квеста ты получаешь себе халявный блю-экстракт, а также дополнительный квест для того, чтобы в будущем купить себе тайт-поппер. Я, конечно, ребята, не буду вам показывать каждый квест, который я делаю, потому что, ну, это было бы просто и интересно смотреть, но, чтобы вы понимали, делаться не очень просто. Но иногда всё-таки попадаются и противные квесты, по типу этого, где нужно будет пособирать и токенов, также ещё муравьёв поубивать, которые делаются, ну, не прям, чтобы быстро. Также, как я и говорил, я хочу закончить цепочку квестов у спирита. Я не думаю, что этому нужно уделять какое-то отдельное видео, мы просто в каждом видео будем понемногу делать эти квестики. На таком этапе они выполняются очень быстро, допустим, на тот же блю-флавер я потратил что-то около 20 секунд, на тыкву, конечно, ушло уже немного подольше. Также ещё и убиваю прямо сейчас витсоуса, это, кстати, последний витсоус для того, чтобы сделать очередной квест у даппера. Для тех, кто так и не понял, зачем мы делаем квесты у даппера, даппер даёт нам расширение слотов для биквипов, а биквипы дают очень хорошие статы, которые нам также нужны. Например, я бы мог сейчас себе в улей поставить каких-то более крутых биквипов для того, чтобы быстрее конвертировать или иметь больше капасити на ёлке. К сожалению, прямо сейчас у меня места для них нету, поэтому мы понемногу будем выполнять все эти длинные квесты и понемногу это всё вообще делать. Кстати, ребята, ещё узнал, что во время макроса я могу набивать себе вот этот баф биквипа, который также даёт прибавку капасити, поэтому хорошо, что мы его купили. Ну а тут, ребята, я, кстати, нашёл бинбаков и я тогда был очень рад, потому что для первого квеста мне они были нужны, но, к сожалению, как видите, все они трое забагались в одной стене. Почему я сказал трое? Потому что этот немного попрыгал и также присоединился к своим ребятам, поэтому я сделал скриншот, немного побабил и отправил это себе в телеграм-канал. Так что, ребята, если хотите смотреть за небольшими спойлерами к следующему видео, то можете туда перейти, я туда их тоже буду кидать. Ну а сейчас мне выпал максимально противный квест у Бука Пчелы, я максимально не люблю такие квесты, потому что они делаются довольно долго. Также я вот тут немного ещё выполняю другие пунтики квестов, что я прямо сейчас давать ещё и другие квесты. Ну и, кстати, выбиваю целых плюс 62 конверта, вроде бы никогда не видел такое большое количество у конвертрейта. Также ещё нам нужно будет некоторые ресурсы донатить фрам ветра, потому что квесты спирита этого требуют, но на самом деле награда за эти квесты себя окупает. Ну и понемногу сейчас бесполезно для меня стикеры закидываю в стикер стак. Конечно, нам нужно ещё сделать квесты у Санбира, а вообще, когда их сделаем, будем очень активно это всё делать. Потому что стикер стак в сумме даёт просто лютейшие бафы, и было бы очень хорошо, если бы мы это всё себе набили. Ну а так я тут подбираю уже последних спарклсов и выполняю вот этот вот квест у спирита. Если честно, я не знаю, какой он по счёту, если вам не лень, то можете поискать и написать про это в комментарии. Ну и я думаю, это плюс-минус где-то 23 квест, возможно 24, но сейчас будем смотреть, что там у нас дальше нужно сделать. Чем ближе мы к концу, тем больше это спирит-медведь говорит, и приходится очень долго скипать все эти диалоги. А сам по себе квест, в принципе, не тяжёлый. Сразу просто кормлю семечки себе в улей, потому что это требуется в этом квесте. А также, наконец-то, делаю первый квест у Санбира. Как я и говорил, я не буду сильно на этом обращать внимание, и буду это показывать более кратко, чем в том видео, где я полностью посвящал ему ролик. Ну а теперь идём к маме-медведю, где и возьмём второй квест. Кстати, стикеры у меня упали очень простые, и я тогда был этому прям рад. Также для её квеста мне нужно пофранить пчёл мунчарвами, а также стропбори, поэтому сразу же это делаю. После чего отправляюсь на клубничное поле, где размещаю тикет-плантер, потому что если вы смотрели это видео, вы знаете, что тикет-плантер в данном случае будет самый полезный. Ну и ставлю макрос, чтобы заодно получить нужные токены клубники, а также мунчармы. Вот, кстати, у нас ещё и росток появился. Ну как появился? Это просто я его заспамил, а так, на самом деле, этот квест очень простой по сравнению с первым. И сейчас всё, что мне остаётся, это только поискать стикеры домиков, к сожалению, у себя их не нашёл, поэтому создаю вот такую вот картинку. Я её, если что, кинул себе в чат, трейдуй себя в дискорд-серверы, ссылка на который, кстати, тоже в описании, мой отец там трейдится стикерами, там у нас очень большой актив. Ну и вот первый стикер мне решили просто подарить, поэтому выражаю огромное спасибо этому человеку. Также, как видите, на моей випке тогда происходил просто какой-то кошмар, было очень много разных людей, но, если честно, мне это не мешало фармить стикеры. Также за один тикет-плантер мы получаем все нужные токены с поля, именно поэтому я вам и советовал его ставить. Ну а сейчас я также доначу обычное яйцо, потому что напоминаю, что мы понемногу сейчас выполняем все квесты. Также я тут отправился в трейдхаб, чтобы найти себе того, кто мне затрейдит. Под итог, вообще, нашёл своего знакомого, который мне предложил его затрейдить за порцелли андипер, и я, в принципе, не отказался. Под итог, второй квест у нас выполнен, поэтому прямо сейчас даём всё это мою медведю, и следующий, кому нам надо подойти, это будет коричневый медведь. У него мы уже возьмём третий квест. Третий квест уже намного больше, но, правда, он не включает в себя стикеры, поэтому он не такой тяжёлый. Хотя не сказать, чтобы первые два были какие-то сложные, но, правда, тут нам тоже придётся поделать немного разных вещей. Например, пособирать токены с Ханништорма. Я под итог тогда поставил макрос на ночь, и он там сам понабирал эти токены, но вы можете просто спанить их себе с другого аккаунта. Все остальные вещи, которые нужны для этого квеста, я просто скрафтил, хотя хардвакс я мог просто нафармить с грибов, тут я немного поспешил. Также нафармил нужный полон с этой палкой, и под итог я просто сейчас стою, понемногу выполняю всякие квастики Буко, и делаю ещё квесты с Анбиром. Например, сейчас я хочу выбить себе Х10 на клевере, то есть мне нужно просто 10 раз выбить себе баф на клевера, это тоже требуется в этом квесте. У меня, кстати, обычных кубиков накопилось уже 700 штук, но всё равно, чтобы их прям много не тратить, я решил хотя бы один раз выбить его с тройного кубика. Под итог я немного просто поставил автокликом, выбивал вот эти все нужные для себя клеверы, ну и последний раз я уже просто использовал клитр, чтобы не стоять долго времени и не тратить себе много кубиков. Да и в принципе этот квест у нас уже, ребята, почти выполнен, особенно ещё после Ночи Макроса, тут остаётся уже прям немного. Поэтому спалить себе Х10 Шторм, если что, я занимаю сразу два поля, то есть на клевере остаются мои жабки, которые собирают токены, а сам я бегу на какое-то другое поле. И под итог спокойно выполняем третий квест. Конечно, на эту серию у меня не было планов прям спидранить, но всё равно уже как получилось. Четвёртый квест у нас уже находится у Полярного Медведя, поэтому прямо сейчас мы у него его возьмём, и тут нам, кстати, попались тоже плюс-минус лёгкие стикеры. Они во время Бисмоса продавались за Снежинки, поэтому я думаю они будут у многих игроков, и в принципе это будет не тяжело себе их найти. Также мне нужно сейчас покидать Джелеби на своём основном аккаунту, чтобы выполнить себе квест у Спирит Медведя. Также насчёт основного аккаунта, я там нашёл себе нужный стикер грибов, поэтому не бейте, но я его себе просто передам на Твинг, чтобы меньше тратить время на выполнение всех этих квестов. Я бы всё равно этот стикер нашёл, просто бы потратил больше времени, а это мне сейчас не нужно. Зато я, кстати, выполняю ещё один квест у Спирит Медведя. В следующем квесте есть такой пункт, который мне прям вообще не нравится, это пособирать токены с Мэмори Мачи, и не то, что это как-то тяжело, они просто занимают много времени. Во время Бисмоса у нас был хоть один дополнительный, а сейчас вообще ничего такого нету, поэтому, наверное, прямо сейчас я лучше позанимаюсь стикбагом. Мне тут нужно собрать 2000 токенов с нимф, а также ещё пособирать хани токены, и как оказалось, эти хани токены прям очень просто собираются, как раз таки во время того, как ты формишь токены с нимф. Я, если честно, реально никогда не задумывался, что во всех квестах, где тебе нужно фармить хани токены, ты можешь просто пойти на стика и поубивать его нимф. Прикольно, что он и тогда пытался в квестах передавать какие-то механики, показывать способы фарма чего-то, это было, ну, действительно круто, сейчас такого прям не хватает. Ну и так, мы опять же тратим 1000 ананасов, пока что эти квесты меня только разоряют. Ещё и 25 масла просто уходит в храм ветра, за которую мы получаем в виде пчелу, спасибо. Всё, это время я также не забывал про токены с Мэмори Мачо, но прямо сейчас я хочу заняться выполнением всех этих пунктов, которые связаны с пыльцой. Поля у меня тут, в принципе, плюс-минус лёгкие, а паук, кактус, ёлка, я думаю, это не займёт у нас прям много времени. Также тратим свои последние 13 пряников на попытку одарить Буянта, но, к сожалению, ничего у нас не выходит. Также прямо сейчас мы купим себе старпеченьку, давно этого не делали, а ещё хочу рассказать некий прикол про рога для собаки. Это как раз-таки той бисмос биквип, которую мы купили прямо в конце. У него, короче, есть шанс на то, что он дропает вам один пряник в день, поэтому у нас есть хоть какой-то способ фарма пряников без бисмоса. Процент там вроде бы что-то 1%, но если что, это процент за то, когда ваша собачка возвращает вам шарик, и вместо этой печеньки вам может упасть именно пряник. То есть где-то 100 раз нужно кинуть туда-назад, для этого есть свои определённые места, допустим, под пеньком можно это спокойно делать, и мячик никуда не улетает. И можно вот так вот хоть немного фармить себе пряники и надеяться на то, что когда-то они там что-то тебе одарят. Ну а прям только что я моментально пролетел по кактусу, и теперь стою на спайдере, который тоже быстренько выполняю. По полям остается только ёлка, но думаю там проблем вообще не возникнет, я думаю вы и сами это понимаете. Также очень странный пункт квеста, сломать 1 гриб на ананасе, но всё равно мы это сделали. А прямо сейчас также понемногу выполняю все квесты бука, ну и опять же сделал этот квест на ёлке. Плюсом также ещё на гамдропах пособирал синюю пыльцу, что тоже нужно мне было. Ну и люблю я такие моменты в синей пыльце, когда у меня всё попадает в один момент, когда и токен линки, и бейби лав, и баф медведя, прям вообще суперски. Ну и как я говорил до этого, все свои стикеры я прямо сейчас буду девать в стикер стак, потому что просто посмотрите на эти бафы, их тут реально очень много, и кстати нам есть ещё что сюда покидать. Те же стикеры пчёлок, допустим вот такие простые стрелки, которые тоже можно найти, также можно пособирать листочки, стикеры палок, в общем тут есть ещё чем заняться. Также ещё надо будет поломать грибы по всяким локациям, думаю мы это тоже скоро сделаем. Ну и там ещё внизу есть стикеры каждого поля, возможно когда-то дойдём и до этого. Ну а так у меня тут мёд немного накопился, поэтому предлагаю его весь потратить на печеньки и немного прокачать себе улей. Правда тут ребята, я конечно мог вкачать себе побольше пчёл на 18 уровень, но мне почему-то захотелось сделать мини спойлер в телеграм, поэтому я решил, что вкачаю одну пчелу до 19 уровня просто по приколу. На самом деле в этом прямо сейчас ничего крутого для меня нету, потому что одна пчела на 19 уровень с бафом собачки стоит 6 триллионов, я сейчас спокойно могу такое копить. Поэтому делаем скриншот, который я кстати тоже опубликовал тогда себе в телеграм-канал, и те кто там были могли узнать, что будет в следующей серии. Ну и напоследок я всё-таки решил хоть немного покачать пчёл на 18 уровень. Также ребята, пока ещё позволяет момент, хочу сказать, что в это воскресенье на канале выйдет новая рубрика, поэтому тоже советую вам её заценить. Ну а сейчас я опять же создаю себе картинку нужных для себя стикеров, опять же говорю два, потому что третий я нашёл у себя на основном аккаунте, и продолжаю понемногу фармить мэмори матчи. Под итог все эти стикеры я нафармил, скриншоты видите на своём экране. И ещё я хочу прямо сейчас поваксить себе рога для собаки, венок я не очень хочу, потому что у меня он крутой, и испортить его не хочется. Если что, мне также нужно для квеста ещё повязать хардваксы, поэтому сделаем сразу два дела, ну и возможно выбьем себе что-то полезное, или просто хоть немного прокачаем себе биквип. И под итог у нас два удачных вакса и три неудачных вакса, к сожалению могло получиться и намного лучше, но уже как есть. Ну и немного мы этот биквип прокачали, конечно ничего крутого прям не выбили. Также я прямо сейчас всё-таки думаю повыполнять некоторые пункты квестов, потому что тут остаётся прям немного, и решил я начать с бафа гриба. Мне надо было набрать 100 паршноблессинга, поэтому я быстро собрал у себя ребят в дискорде, и мы отправились фармить грибы. КОНЕЦ После такого фарма, хоть ничего крутого у нас в грибове не выпало, я всё равно отправляюсь к полярному медведю, где сдаю ему четвёртый квест этой цепочки. Ну и сейчас возьмём пятый. Пятый, возможно шестой квест, я думаю мы уже сделаем в следующей серии, но сейчас я думаю мы закончим и на четвёртом. Зато я сразу поговорил с онэтом, чтобы сделать хоть какой-то пункт в этом квесте. Также я вот, ребята, ещё позабирал себе Basic Blue Hive скины, которые мне также тут нужны для этого квеста. Ну и теперь всё, что мне остаётся, это найти нужный для меня стикер, а именно вот этот, и их мне надо целых 4 штуки, поэтому будем тоже их понемногу искать. У него единственный способ получения, это просто найти на локации, но на самом деле я его часто видел, поэтому не думаю, что с ним возникнут хоть какие-то проблемы. Сказываю вам наглядно, как создавать ветку трейчата, вот так вот это всё просто делается, и игрок, у которого это будет, мне просто напишет, и я это всё сделаю. Ну а также, ребята, я прямо сейчас хочу ещё немного подряд своих пчёл, именно потому что мне это нужно для квеста. И тут я заметил, что есть какой-то баг, одна мутация засчитывается за две, но мне это лучше потрачу меньше ресурсов. Также выбил ещё 2% критикла шанса на ниндзю пчелу, это, кстати, довольно недавно добавленная мутация, если, конечно, сравнивать с другими, поэтому, в принципе, почему бы и нет, пусть пока что у меня побудет. Ну а так я сразу ставлю тикет плантер на санфлавр, потому что для выполнения этого квеста мне тут нужно будет в 2 раза больше токенов, а это значит 2 тикет плантера. Ну и заодно сейчас пробежимся по всем полям, чтобы быстренько это всё закрыть. Самое душное в пятом квесте, это реально пособирать неонберри, но на самом деле это тоже не прям, чтобы душно, надо просто походить на грибы. Найти стикеры и дождаться, пока вырастет ваш плантер. Всё остальное делается тут прям очень просто. Я отправляюсь встать в АФК на плантере, и думаю, на этом мы будем уже подводить итоги этой серии. В следующей серии мы опять же будем заниматься всеми этими квестами, будем понемногу это всё заканчивать, но так, думаю, тоже неплохо, как для первой серии в небисмоса. Поэтому, ребята, если вы рады возвращению рубрики от Набада Топера, то можете поставить лайк и подписаться. Ну а с вами был я, Зин, ребята, всем удачи и всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok